Всем привет! Приветствую вас на моем канале! И сегодня, как вы уже поняли из названия этого видео, я снимаю 50 фактов обо мне. Мне показалось, это очень интересная идея сделать такое видео, чтобы вы, мои зрители, узнали меня побольше, узнали вообще, как я живу, кто я вообще такая. И поэтому давайте уже быстрее начинать. Итак, первый факт обо мне, очень интересно, очень необычно, это то, что меня зовут Алина Сиркутан. Мне не нравится мое имя. Сейчас стало очень-очень много Алин. У меня есть 10 знакомых Алин. Я даже задумывалась о том, чтобы изменить свое имя на Айлин. Поэтому я часто в видео также с вами говорю, что «Здравствуйте, меня зовут Айлин». И на выступлениях я тоже часто представляюсь Айлин, и мой псевдоним, в общем-то, когда я выступаю, это Айлин. Я родилась 21 октября 1997 года, и в этот день пошел снег. Больше за всю мою жизнь такого не было, поэтому тоже интересный такой факт. Сейчас мне 22 года, хотя мне, в общем-то, в это не верится. Я чувствую себя иногда даже намного старше, на 30, на 40 лет. А иногда, когда мне задают вопрос «Сколько тебе лет?», я начинаю в 18, 19, 20, 21. О, боже, 22. На самом деле, мне верится. Мой самый любимый возраст – это 18 лет. Для меня этот возраст был, знаете, таким, что ты уже вроде не ребенок, но ты еще не взрослый. У тебя есть какие-то обязанности, но не все так, знаете, сложно. Это, на самом деле, реально считаю самым классным возрастом. К сожалению или к счастью, у меня нет родных братьев и сестер. У меня есть двоюродные, троюродные, их очень много, но вот именно родных у меня нет. Я единственная у мамы дотика. У меня есть два домашних животных – кот и собака. Кот Максимилиан, так и записано в паспорте, Максимилиан Сиркутан и собака Алекса. У меня достаточно плохое зрение – минус 2,5. И, конечно же, это часто мешает мне в жизни. Я ношу очки, но не люблю носить постоянные условия. У меня есть татуировка, и она у меня уже 5 лет, с 2015 года. И я очень хорошо помню этот день, это было 5 июня. Я долго, на самом деле, хотела ее. И моя мама, что на самом деле удивительно, не была против этого. Она со мной пошла, подписала документы, потому что я еще была несовершеннолетняя. Это был 11 класс у меня. И как-то там, знаете, было так много экзаменов, так много всего тяжелого. И как-то после этого мы пошли вот так вот и отметили сдачу, хорошую сдачу экзаменов вот этой татуировкой. Она у меня на французском языке, там надпись на ноге. Очень красивая. Я ни в коем случае не жалею, мне очень она нравится. И я очень рада, что я ее сделала. У меня есть три пирсинга в ушах. Первые сережки я поставила в 6 лет. И на самом деле это был такой очень страшный момент. Мне поставили одну сережку. И когда уже стали ставить вторую, я говорю, не, не надо. Все, давай уходим, мам, уходим. И потом в 16 лет мне как-то захотелось сделать еще одну дырочку, вторую. Потом в 17 лет мне третью захотелось. В общем, все. На этом я пока завязала с пирсингом. Мне на самом деле даже не хочется больше. Но вот эта вот, мне кажется, прям золотая середина. Мне очень нравится. Это выглядит женственно, выглядит красиво. Я всегда люблю выглядеть хорошо. Ответственно отношусь к тому, чтобы прическа, макияж всегда выглядели ухоженно. И мне кажется, это очень важно, чтобы девушка выглядела красиво каждый день. Вне зависимости от того, какой-то он важный или еще что-то, куда она идет, она всегда должна выглядеть хорошо. Я обожаю платья. И очень редко ношу брюки, потому что платье у меня все-таки кажется намного женственнее. Чувствую я в них себя намного лучше. Мои любимые цветы это пионы. Очень мне нравятся также ранункулюсы. Я вот сюда прикреплю фотографию, потому что не все знают, что такое ранункулюсы. Также мне нравятся тюльпаны, хризантемы. В общем-то все цветы я считаю прекрасными. У меня хорошее чувство юмбра, но я не всегда ношу его с собой. Я люблю ужастики, но не люблю смотреть их одной. Хотя бывают разные случаи, но ужастики и триллеры это вот, наверное, мой самый любимый жанр. Очень люблю музыку и не представляю свою жизнь без нее. В садике с трех лет я начала играть на пианино. Потом, когда я пошла в первый класс, я немножечко там начала заниматься. И мне предложили, чтобы я пошла и поступила в музыкальную школу в Нымме. И я пошла, поступила во все три у нас музыкальные школы в Таллине. Но выбрала школу в Нымме и в 2011 году ее закончила. Раньше я очень хорошо играла на пианино. И сейчас, пересматривая видео, мне вообще не верится. Мне на самом деле это очень раньше нравилось. Сейчас я достаточно редко играю. Но вставлю вам сюда кусочек, чтобы вы посмотрели, как потрясающе я раньше играла. Было я тоже с детства, но профессионально начала заниматься только в 12 лет. Также я в детстве пару лет ходила в школу для девочек, где нас учили кулинарии, шитью, психологии. В общем, все, что нужно знать будущей подрастающей женщине. Еще я ходила в модельную школу Бранж. И нет, я не ходила туда, чтобы стать моделью. Я ходила туда, чтобы научиться правильно ходить на каблуках. Очень благодарна, что у меня был такой опыт, потому что сейчас я могу даже бегать на каблуках. Мне максимально на них комфортно. И я очень люблю носить каблуки. Еще я пела в хоре Аллегро. Тоже был очень интересный опыт. И в хоре я пела где-то год. Также после этого я ходила в театральную студию Сакаллаула Лапсет. Мне очень тоже нравилось. Мы ставили там разные мюзиклы. Сейчас эта студия очень развивается. Очень классно, что вообще у нас есть такие студии, которые развивают там детей. И вот благодаря всему этому опыту сейчас я спокойно выступаю, спокойно не боюсь вообще сцены. Но я не люблю говорить на людях. Я очень люблю петь. Но вот такой интересный факт, что говорить для меня намного сложнее, чем петь. Мой любимый язык это французский. Мне он очень нравится. Я считаю его очень нежным, очень романтическим. И я очень рада, что я хоть и не на свободном уровне, но все-таки могу понимать, могу немножко говорить на нем. Хоть я и была в Париже раза четыре, я никогда не поднималась на Эфелеву башню, не была в Лувре. На сегодняшний день я побывала в 18 странах. В ближайшее время я бы очень хотела побывать в какой-то теплой стране. Мне очень понравилось Болгарии. Но я бы, конечно, хотела бы когда-нибудь поехать на Мальдийские острова. Это такая маленькая мечта увидеть вот это голубое море. И это на самом деле мечта, которую я думаю, что я обязательно осуществлю в своей жизни. Кстати, о море. Я очень люблю море, очень люблю в нем купаться. И очень надеюсь, что, возможно, это лето в Эстонии нас порадует. И, наконец-то, в нашем Балтийском море я смогу снова покупаться. Меня любят дети, а я очень люблю их. Я жду не дождусь, когда у меня будут мои собственные дети. В школу я закончила серебряной медалью, так как я очень стараюсь всегда и пытаюсь делать все как можно лучше. Но, к сожалению, эта серебряная медаль мне не пригодилась при поступлении в университет. Моя мама и бабушка всегда меня поддерживали. И по сей день они являются основной поддержкой меня во всех, вообще, начинаниях, во всех делах, которые я делала. В 2016 году, в 18 лет, я закончила школу и сразу поступила в университет, в наш Сталинский университет, в Балтийскую школу кинематографии. Нам, режиссера, директора телевидения. Профессия называется Cross Media in Film and Television. Училась я на английском 3 года. И в 2019 году закончила бакалавр. Нас вообще из 30 человек закончило всего 5. Работать я начала в 18 лет, еще не закончив школу, я начала петь в ресторанах. И сейчас уже 4 года, я пою в ресторанах почти что постоянно. Помимо пения в ресторанах, все время, пока я училась, я работала еще также в школе. Работала я пиар-менеджером. И также вела кружок для детей, фото и видео основ. И помимо этих двух работ, я также часто брала подработки и снимала разные видео и фотографии. В университете на протяжении двух лет я была также волонтером. Я помогала студентам обустраиваться у нас в стране, помогала им составлять их учебный план. В общем, была их наставником на протяжении, получается, их всего обучения. На данный момент у меня две постоянные работы на телевашной школе и две подработки. Поэтому в сумме у меня получается 4 работы. На удивление, я достаточно стеснительная и не всегда общительная. Я не люблю, когда ко мне подходят в магазинах продавцы. Я не люблю знакомиться первые. И на самом деле я с собой борюсь. И, как видите, по моим работам, не скажешь по мне, что я стеснительная и не общительная. Ну, вот так вот получается. У меня часто строгий взгляд. Я это не всегда контролирую, поэтому часто получаются смешные ситуации. Но да, у меня какой-то вот такой вот взгляд с детства. Мне мама рассказывала, что я как рентген вот так вот прямо изучаю с ног до головы. И вот так вот у меня это до сих пор. Когда я ставлю будильник, я часто просыпаюсь на минуту, на две раньше и выключаю его. Для меня очень тяжело просить кого-то о помощи. И я понимаю, что, в общем-то, не нужно всегда справляться самой. Но вот как-то так получается, что я всегда рассчитываю только на себя и стесняюсь или боюсь просить помощи у других. Я очень люблю убираться и разбирать вещи. Этот факт, который очень мало кто обо мне знает, на самом деле я получаю от этого кайф. Мне очень-очень нравится. Мы сейчас, когда переезжали, я все вещи раскладывала. Мне очень нравится постоянно там все на места ставить. И в доме, в основном я, кто расставляет вещи там в кладовке, в шкафы, мне это очень нравится. Я очень люблю готовить. И особенно я люблю готовить разные сладкие блюда. Я помню, как лет в 17 я сделала маме пирог, пока их не было. Это, наверное, был мой самый первый пирог. И мне очень нравится, знаете, вот угощать, смотреть на реакцию людей. И прям вот я радуюсь, когда я что-то могу сделать своими руками для кого-то. И это очень приятно. Я умею и люблю делать несколько дел одновременно. Так, например, я не знаю на самом деле, какая-то это интересная вещь или нет. Но когда я пою, я могу в голове считать. Я могу складывать, могу умножать. И при этом я буду спокойно пить, что вы даже не поймете, что я там считаю. Ну вот такой вот интересный факт. Не знаю, можете ли вы так. Я люблю плакать. Да, интересный факт. Очень мало людей вообще видели меня, когда я плачу. Но мне кажется, это хорошо, потому что таким образом женщина выплескивает какие-то свои эмоции, гормоны. И, наверное, женщинам нужно плакать. Поэтому, да, вот такая интересная жизнь. Мне иногда бывает жизненно необходимо побыть в одиночестве. Так как у меня все работы связаны с людьми, с детьми. Мне часто просто хочется прийти, никого не трогать, и чтобы меня никто не трогал. Просто побыть само собой, какие-то свои дела сделать, поубирать, в компьютере посидеть, чтобы меня никто вообще не трогал. У меня есть такое желание, что я хочу запомниться в этой жизни. Я не хочу, знаете, с одной стороны, как бы жить для себя. Я хочу, чтобы я сделала что-то такое, что принесло бы пользу, чтобы как-то запомниться в этой жизни, а не просто уйти. И все. Поэтому у меня есть такое желание, и я думаю, что я обязательно его исполню. Больше всего меня пугает тот факт, что в жизни нет правильного ответа. На самом деле, очень мне сложно с этим живется. Мне хочется, чтобы были все-таки какие-то подсказки в жизни. Что сделаешь так, будет у тебя счастье. Сделаешь так, не надо вообще так делать. И на самом деле, получается, что все, что мы делаем, только зависит от нас. И это иногда бывает очень сложно. И последний факт, который я хочу вам сказать, это то, что я думаю, что лучшее время мое, оно еще у меня впереди. Да, мне кажется, что сейчас у меня еще не было такого какого-то... Ну вот, как я считаю, у меня еще нет смысла жизни. Да, я часто это говорю, вообще часто ухожу в какие-то философствования, но мне кажется, что все лучшее у меня только еще впереди. И сейчас я только иду такими мелкими шажочками и только стремлюсь к чему-то лучшему. Ну вот и все 50 фактов, которые я сегодня вам хотела рассказать. Я надеюсь, что для вас это видео было, возможно, полезным. Вы узнали что-то новое обо мне. Поэтому спасибо, что досмотрели это видео до конца. Merci beaucoup. Au revoir. Субтитры сделал DimaTorzok